Предстоящая игра будет заключительной в первом круге турнира для сборной России. Сегодня россияне занимают пятую строчку турнирной таблицы. Несмотря на усталость после сложных матчей со сборными Румынии и Грузии, спортсмены активно готовятся к предстоящей игре. Как говорят тренеры сборной России, несмотря на потери в составе португальцев, команда у них сильная и техничная. Но это не должно помешать одержать над ними победу и подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. Сегодня прошла пресс-конференция, на которой тренеры и капитаны сборных поделились своими впечатлениями о предстоящем матче. В сборной сейчас находится много молодых ребят. К сожалению, в Португалии нет большого выбора игроков, чтобы собрать сразу два полноценных состава. Но молодые спортсмены заряжают опытных игроков своей энергией, поэтому настроение в команде хорошее, все хотят играть. Мы уже собираем новую команду на чемпионат мира в Японии. Матч последний. Матч для нас и для меня как тренера после долгого перерыва это все-таки достаточно большое испытание в этом цикле. И очень хочется завершить его поступательному движению. Игроки в том же плане, они почувствовали и чувствуют, что мы сдвигаемся. Мы сдвигаемся. Пусть, может быть, не так быстро. Но мы двигаемся. И матчи с ровными грузинами показали, что далеко уже не беспросветные тридцатники получают на одну калитку. Это равные матчи. Матч между сборными России и Португалии пройдет уже завтра на центральном стадионе в 15.00. Поболеть за сборную России или просто за красивую игру могут все желающие. Вход для зрителей бесплатный. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Борис Осин, телекомпания ФКТ.